В эфире информационный блог Доброе утро, Таллин. У нас в гостях старейшина Ласнами Мария Юферева. Здравствуйте. Доброе утро. У права Ласнами решила вложиться в грандиозный цветочный проект на Лагна Тея. Сколько цветов будет высажено и сколько средств будет потрачено? Я бы хотела внести маленькое уточнение. Это не у права Ласнами решила вложиться, а это Департамент окружающей среды придумал такой замечательный проект «Праздник цветов». В прошлом году этот проект был осуществлен в Мустамяе по Сыпру ЗТ на разделительной полосе. В этом году Департамент окружающей среды решил отдать предпочтение Канаве Лагна Тея, где у нас тоже очень широкая разделительная полоса. И в итоге на протяженности в 6 километров будет сформировано, вернее уже сформировано 38 клумб. И 1 июня 800 школьников из различных Ласнамяевских гимназий и гимназий Кесклинна оденут перчатки, возьмут в руки грабли и приступят к работе. Эти школьники будут добровольцами или они что-то получат за свою работу? Нет, разумеется, они будут добровольцами, потому что в эти месяцы, в этот период Департамент окружающей среды проводит специальные уроки. На уроках биологии школьникам рассказывают, как высаживать те или иные цветы. То есть это такой, можно сказать, и образовательный проект по, скажем так, внедрению любви у детей к цветам, к окружающей природе. Но самое главное, что, конечно, 800 школьников будут высаживать эти цветы, а вот для автомобилистов этот день будет означать, что с 11 до 14 часов Лагна-Т будет закрыта для движения автомобилей. И только будет общественный транспорт двигаться там. Речь идет о 1 июне. 1 июня, да, с 11 до 14 часов лучше на своем автомобиле к Лагна-Т даже не приближаться. То есть будут временные объездные пути сформированы. Все цветы вы планируете высадить за один день? Да, за один день. И это даже будет в течение часу, потому что в 11 часов все соберутся. Непосредственно сама высадка растений произойдет с 12 часов до часу. И потом после этого последуют уже торжественные мероприятия. Будем награждать те школы, которые приняли участие в этом проекте. Минувшую субботу в Ласнаме в рамках акции «Сделаем прошел большой субботник» в заповедной зоне реки Пирита. Кроме того, есть еще месячник по благоустройству. Вообще можно ли уже сейчас подвести итоги, сколько мусора было убрано? Да, уже можно сейчас провести промежуточные итоги. За этот период, то, что мы стартовали в начале апреля, было вывезено 44 тонны смешанных отходов из Ласнаме и около 2 тонны биоразлагающихся отходов. И, конечно, мне бы очень хотелось верить, например, взять даже заповедную зону около речки Пирита. Мы там починили три домика для пикника, отстроили их, можно сказать, заново, убрали мусор в придорожном лесочке, покрасили забор. Очень хочется верить, что люди, которые придут в эту зону праздновать что-то, кушать шашлыки, пить разные вкусные напитки, они увидят, как там чисто и красиво оценят это и уберут просто за собой. Потому что, если каждый человек, который проводит свободное время на природе, все-таки за собой убирает, то такие субботники проводить просто будет не нужно в будущем. А как решаются проблемы с вывозом мусора, властными обострившиеся в ходе реформы мусорного рынка? Да, сейчас, к счастью, ситуация нормализовалась. То есть, по крайней мере, в управу уже не поступает сигналов. И в Таллинском центре по переработке мусора новый директор, который эту систему взял очень жестко под контроль. И, судя по тому, что жалоб сейчас нет, я могу сделать вывод, что система, наконец-таки, начала работать. Проблема с самовывозом мусора в леса тоже по-прежнему остается актуальной? К сожалению, это имеет место быть, и я даже скажу, почему. Почему? Потому что некоторые люди жаловались, что те же самые станции по приему отходов, сейчас их находятся четыре во всем городе, они работают в не очень удобное время для людей. И поэтому Департамент окружающей среды сейчас взвешивает открытие трех дополнительных станций по приему отходов, властными Кристины и Пахяталине. И планируется также увеличить время работы, когда станции будут открыты. Я очень надеюсь, что это будет способствовать тому, что людям будет проще привезти на станцию приема отходов, чем вывезти свой мусор в какой-то лес. Спасибо за этот комментарий. Мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях была старейшина Ласнамия Мария Юфирева.